Коронавирусная инфекция изменила жизнь каждого. Непростое время сейчас и для медработников. Они каждый день борются за жизни других и делают все, чтобы справиться с пандемией. Хотя вирус их тоже не щадит. С теми, кто находится на передовой в борьбе с инфекцией, встретилась наша съемочная группа. Тоже в контакте получается, близко с вами, в одной квартире. Так, его как фамилия? В период пандемии коронавируса все медицинские службы работают в усиленном режиме. Такой распорядок не обошел стороной и работников областной диспетчерской службы. Если еще в сентябре на пульт медиков поступало больше 600 обращений в день, то сегодня эта цифра заметно увеличилась. В целом за сутки около 1000 вызовов, 6 диспетчеров, 2 эвакуатора, которые непосредственно отправляют бригаду. Самое сложное в нашей работе, чтобы не пропустить тяжелого больного. Иначе это может закончиться летальным исходом. Чтобы не допустить такого, медики работают практически без сна и отдыха. Осель такожина – фельдшер выездной бригады. Сильная духом женщина никогда не унывает, потому что уверена – вирус победим. Этот противочумный костюм для осель стал уже привычным обмундированием. Защитом скафандра медикам приходится проводить все манипуляции, которые требуют ловкости рук. Спасают профессионализм и убежденность в том, что главное – помочь больному. Очень, конечно, тяжело взрослым, старше 65 лет. У них часто пневмония очень в тяжелой форме, проходит одышка, там сатурация низкая. Мы их транспортируем на кислороде, заранее предупреждаем стационар, что везем такого-то, такого-то больного. Они в основном после контактов идут. А молодые, люди молодого возраста, они как-то бессимптомны. У них вроде бы результат ПЦР положительный, а общих жалоб нет. И вот в основном кто в останусь ездил отдыхать, кому-то дети, внуков привезли. Вот такие вот. А так вот, сидя дома, это все равно, надо самоизоляция, надо ее соблюдать, надо носить маски. По словам врачей, многие боятся вызвать скорую помощь и прибегают к самолечению, что не всегда приводит к положительным результатам. Лучшая защита от коронавируса, соблюдение барьерных мер и физическое дистанцирование. И все же многие пренебрегают этими простыми правилами. Коронавирус инфекция однозначно опасное заболевание, условно приравнено к особо опасным инфекциям. Для того, чтобы обезопасить себя, нужно, в первую очередь, беспокоиться о собственной безопасности и о коллективной безопасности. Постараться избегать массовых скоплений людей, не посещать массовые мероприятия. Северный Казахстан уже больше полугода живет в режиме пандемии и ограничений. Многие жители к этому привыкли и даже расслабились. Между тем, прирост заболевших наблюдается каждый день. За сутки врачи выявляют около 50 случаев заражения COVID-19. Из них меньшая часть приходится на бессимптомных. Жанель Бесимбаева, Желудузбек Ермуканов, Новости МТРК.